здравствуйте уважаемые коллеги а вернее милые девушки есть такая хороший совет что ли выражение девушки стиль это то что вам идет это что вам удобно носить а мода это то что придумали два пьяных гомосексуалистов в городе милане знаете на улице города часто убеждаясь справедливость этой фразы что такое мода уважаемые коллеги вот типом 30 каком году ну при стали не товарищ сталин прекратил одно безобразие было постановление цква в кпб о педологических извращениях системе нарком проса педология ну такая уже наука что ли ну там базируется на том что вот можно чуть ли не с рождения с детского сада детей уже там удивлять интеллект и другие качества и сразу их разделят такасты из этих виду исполнителя из этих элита из этих ученые там то что-то в этом роде это даже салов интеллект это определение какое-то относительно устойчивая структура умственных способностей индивида относительно устойчивая она может меняться и в худшую лучшую сторону все может развиваться бесконечно развиваем понятия смотря как приходить это при производить вот но тогда вот такая была концепция и товарищ сталин безобразие быстро прекратил педологические извращения устранены нельзя делить тем более с раннего возраста сразу детей на каких-то удачливых неудачливых на какие-то касты вот но как-то странно вот недавно устранение он знал в забайкальском крае такой эксперимент ведется почему оплачивать ходархов с киева подальше от москвы тайна но в тоже лифт оболне официально идет эксперимент детского сада детей делить на 4 касты вот исполнителей каких-то тружеников до элитой но элитные дети разумеется будут не те у кого интеллект высокие потому что они чьи-то дети это безобразие тоже надо прекратить но слава богу новый министр образования даже надо хотя бы дать ей 100 дней поработать конечно тогда может быть каких-то начальных результатах ну просто осиное гнездо уже разворошила многих министерстве уволила это только начало сможет хотя авиа и конюшны страшные три министра до этого столько натворили вернуть то сразу ничего нельзя не еда и отменить прочее все рухнет вот очень долго все столько же лет надо будет восстанавливать но в том числе ликвидировать этот безобразие который там тайна пятая колонна уже проводит в одной из регионов российской федерации пожелаем нам этом успехов и успехов новому министру госпожа васильевой уважаемые коллеги вот есть некоторые события явления даже открытие может быть как говорят них не признана официальной наукой вроде и есть вроде и нет да с академии наук даже была комиссия по лженауке где мигбин гинзу красновал в такой прекращал всяким но ведь любая новая истина всегда кажется каким-то ну ересью маркобесием есть конечно лжеученые лженаук лжеоткрытие все-таки можно и жемчужину пропустить в этом потоке вот и вот есть такое явление что ли тоже не признать официальной наукой но в то же время хорошо описаны экспериментально подтвержденные был такой американец клев бакстер кода на собственно был как сотрудник полиции можно сказать он днем обучал полицейских работать с полиграфом детектором лжи а вечером что-то интересным устало да вот скажем растение в горшке если я к нему по ценю датчики там же электролит листьях меняется кислотность и то есть полю его допустим или там отломлю веточку и вдруг казалось растение реагирует на это на поломку веточки там на полив так далее вот ладно еще может быть но как она чувствует боль так более того сам на следующий день опять же он измеряет ходит один человек фалваторию 2 3 и входит тот кто вчера слабал веточку и растение опять реагирует на это то есть оказалось что они то что мысли это окажется не может более сложно устроить у них нет нервной системы вроде бы может что-то есть еще такое что родит ересь лженаука но подтверждалось экспериментально кстати у нас в ядре милович пушкин был такой профессор институте психологии и гадемии наук он подобный опыт проводил причем там была татьяна очень внушаемый девушку братка он и водил в гипноз внушал я что она вот этот цветочек который растет здесь рядом и ей какие-то давал до команды задания и они с цветком у них по связь устанавливалась одинаково реагировали на это все-то измерялась вот это просто изучать еще надо очень долго серьезно но пока проще сказать этого уже наука ерунда какая-то мистика тогда у другой вопрос вот ель растет елка ли вот попробуйте срезать или верхушку будет то что нет она будет расти там 3 4 5 отростков появится то что есть главная почка и вот во след за ней растут все остальные ветки откуда все знают что это главная почка знают откуда или такое явление сукция это смена биоцинозов на одной площадке вот растет и ловый лес опять же да вот его подчистую весь вырубили шишки в земле вроде лежат семена есть но они не прорастают несколько лет они знают что их сожжет солнце или мороз и там бурно растут всякие травы бурьяны бурьяна выросли начинает расти листья на и мелколистиный лес деревца эти поднимаются создаются какая-то тень и вот тогда начинают расти или новые конечно же не один год проходит но они быстро опережают в росте все их своих соседей глушат их там мертвая зона под хвойными деревьями всегда только хвоя валяется сухая и вырастает новый лес сукция смена биоцинозов и даже если что-то напоминает вот сейчас вырубили вот нашей стране все не спрашивая нас не вот сейчас вот уже кончается вообще кончилось почти время бурьяна всякий ксюша собчак маша и гайдара и вы прочей шантропа и вот сейчас попер вообще-то уже мелколистиный лес из нынешних студентов он вырастет на елке скоро будут скоро будут елки надо не просто подождать но надо еще и работать над этим я думаю у нас это получится уважаемые коллеги вот опять же разговор о терминах что ли вот так же подобно тому как это бездумно говорят о промывка мозгов все промывает мозги еще это такое но мы в одной из прошлых передач говорили об этом что это такое а вот другое с этим наши политическими событиями там наступлением на то и так далее часто ссылается на договор по про то есть по противоракетным вооружением вы все знают или слышали да что американцы вышли из договора по про сейчас систему про они ставят везде и в польше там румынии и так далее а в чем заключена суть была договора по про противоракетной обороны а в том что это ракет обороны должно быть двух стран советского союза еще тогда и с юных штатов америки вот представьте себе вот мы стоим с вами друг перед другом на как ковбои в стране у каждой руках пистолет палец на курке если я вас выстрелю вы тоже успеете меня убить вот прям такая же система устраивалась то есть советском союзе противоракеты обороны городу было только в трех местах ленинград москва и баку московский ленинградский бакинский округа пвова соединенных штатах это вашингтон нью-йорк и система нарад то есть главный командный пункт он в горе пока целый город вырезан он тоже защищался противоракетами остальные города сша и ссср никак не защищены в том числе и казань у нас нет никакой противоракетной обороны то есть вот та ситуация а там американцы а мы выходим с договора по про мы наденем бронежилет каску будем стоять с пистолетом а вы русские оставайтесь раздетыми да еще обойму выньте положите на столик и вот так будем продолжать работать вот такой выход из договора по про ему приближают к европейским границам чтобы еще на взлете наши ракеты среди сошибать ну правда у нас там есть на последний случай называть мертвая рука от называть система периметр у нас даже мы все погибнем все наши органы управления всех штабы правительства из супер секретных шахт поняв что есть датчики радиация температура все изменилось а командный пункт ничего не для куда не диктует слетают ракеты командные пункты и дают команду всем сохранившимся ракетам подводным лодкам самолетом воздухе нанести ядерный удар ответный затем мертвую рука даже мертвая страна отомстит и ответит но тогда уже погибнет весь мир вот поэтому был интересный от договор тем что не хотелось и не стоило начинать первым какое-то агрессивное ползновение а сейчас они себя от этого освободили уже такое про и выход из договора по про уже имя коллеги мы как-то в прошлой передачи говорили о том что вот ну студентом все очень изменилось поведение лица другие стали вот доброжелательные отношения ну конечно не все так гладкость стопроцентно но очень отличается 90-х годов даже то лет десять назад иначе было поведение вот ну вот есть такое понятие ботан да ботаник все крутые были да а вот какой человек нормальный ботан очкарик там отличник вроде сейчас тоже как-то ушло это избе хода но все-таки вопрос в том что это открыли советы первокурснику как не стать ботаном на всякий случай то есть ну допустим даже в школе вы были ботаном школьная среда она была более жестокая идиотская там не все же вуз поступают да поэтому там более идиотские отношения между детьми так вот вы приходите к университет ступили да за все заслужили достойно но никто же не знает кем вы были в школе потому что были лидером крутым там или отличником они ботаном так вот надо потерпеть первый месяц то есть вот входить в аудиторию не по стеночке идти по центральному проходу да ну одногруппники познакомились первым здороваться с ними за руку какой-то разговор обязательно встрять и что-нибудь сказать свое мнение там и прочее но для интеллектуального человека это очень тяжело бывает идиотские фразы на произносите дежурные лучше промолчать не в данном случае месяц надо потерпеть и вступить разговор это а там проходит время вам уже привыкаешь и вот такой общем контактный человек раскованный даже с интересными мыслями с юмором через там несколько месяцев сесть а когда вы еще отличник все на 5 сдали а вы еще в компах разбираетесь как бог и так далее мы все в ваш статус уже никакой не ботанский то есть совет такой первый месяц надо потерпеть ну некие графики ритуалы делать с собой усилия ходить ровно здороваться первым всегда встрять со своим мнением не обязательно всегда но все-таки как бы не сидеть в углу вы и под плинтусом значит так и там и останетесь и даже после диплома вашу фамилию быстро забудут вы уже начни входите в число однокурсников которые как-то сохраняют связи то есть вот это надо попробовать сделать все у вас получится уважаемые коллеги продолжим разговор о казанских улицах сегодня не будем говорить о конкретной улице человеке в честь которой она названа на вот есть тоже такие понятия в обиходе нас в языке дома сталинки сталинские дома то еще 50-х годов то 30-х 40-х постройки ну там лепнина нет ки ампирные солидные ну вот большой стиль что называется и такое понятие хрущевки ну довольно убогие по нынешним временам пятиэтажные дома панельные кирпичные шиферной крышей там с плоской крышей вот как-то считал я кстати на времени знал и думал так что это сильно хрущевки но сталины при сталинские строили сталинки а хрущевки при хрущеве собственно оно и было я думаю хоть одна заслуга хрущева есть да это они рассчитываются 50 лет это было довольно убогое по нынешним жилье совмещенные санузлы главный чтоб дешево и много много построить даже говорят что-то скопировать общежития якобы французские для студентов там на две комнаты но не знаю во всяком случае так принято считать вот хоть это хрущев сделал и поколение выигрыша и войну она дожила свою жизнь на теплых унитазах собственных квартирах пути даже тесноватых там с низкими потолками а недавно узнал что был такой архитектор свет личный василий ильич который в 1951 году 51 году при жене сталина получил как раз сталинскую премию за разработку методов индустриального строительства многоэтажных домов то есть первые пять лет после войны жилье вообще государства не строила люди как сами там землянки и бараки заводах у способом строили вот пятьдесят первом году свет лично разработал эту технологию домостроительные комбинаты вот эти панели быстрые выбираемые дешевые я бы относительно и вот потом уже при хрущеве да получилось что это пошло уже в серию по вас по всей стране ну собственно в москве уже начали их разбирать людей переселять более комфортные квартиры но задача ты ставился на 50 лет быстро обеспечить людей которые вынесли тяжелую войну вот таким доступным жильем свет личный василий ильич называют хрущевки вот такой парадокс судьбы до свидания